так всем опять добрый день продолжаем рассматривать программу то есть закончили мы на том что ввели исходные данные для того чтобы в дальнейшем рассчитывать так ну и переходим к следующему этапу это расчет ограждающих конструкцию так ну и в данном разделе у нас существует три окна то есть это стены наружные внутренние которые здесь записываются так полы по грунту и стены подвалов в данном варианте записываются но единственное здесь записываются именно те полы по грунту и стены подвалов если у вас там существует отопление так ну и перекрытие-покрытие тоже есть группа в которой вводятся эти значения итак мы начнем со стеновых конструкций поделение коэкцентки по передаче ограждения то есть для того чтобы ввести значение вам нужно правой клавишей выше нажать и у вас появится такой подменю добавить конструкцию так ну и здесь назовем стену наружную можно и поменьше нажать сократить ну и она будет без воздушной прослойки принимаем соответствующее значение так вот у нас появилось значение скорее всего пока только сопротивление с внутренней нужно наружной ограждающей инструкции так дальше после того как вы сформировали ограждение теперь можно добавлять слой так ну и добавляем слои согласно тем слоям которые у нас были программой антро позиция штукатурки кирпич и так далее так для этого здесь в выпадающем списке загруппированы ряд материалов так и в этой вкладке нам нужно найти вкладка из керамического кирпича полнотелого плотностью сущегося высокого вот мы и нашли так толщина слоя так а стоп мы давайте другой вариант хотя давайте с него и начнем то есть точина слоя у нас будет 120 миллиметров то здесь записывается в сантиметрах соответственно будет 12 да и еще обращаю ваше внимание на коэффициент здесь 0,89 то есть это значение если мы откроем вот он пустотный вернее не пустотный а сплошной кирпич глиняный 0,81 это зоне эксплуатации в зоне эксплуатации а у нас значение 0,7 единственное вы можете конечно справочники поменять добавить новое значение но тут забита в зоне эксплуатации б ну то что есть то и имеем так принимаем значение так и вот у нас появилось это значение так дальше здесь если нажимаете на слой то есть можно поменять что-то в них ну а нам нужно добавить еще один слой это у нас будет пенополистирол утеплитель так ищем утеплители так ищем пенополистирол в прошлом варианте у нас было значение 0,36 тысячных так ищем 0,36 тысячных пенополистирола 0,32 идемая и 还ется на футболк и и и и и и и и и ближайшие, хотя будет теплее, но все равно, так и толщина слой у нас была 140, 14 сантиметров, принимаем, опять добавляем слой, вот он у нас опять был кирпич, стеновые материалы пиотечный кирпич, вот он, так, было 250 миллиметров, ну здесь 25 сантиметров, принимаем и добавляем слой, это у нас облицовки, а именно не облицовки, а скорее всего раствор, вот, так, ну и ищем кинетный песчаный раствор, вот он, так, толщина у нас была 10 миллиметров или 1 сантиметр, так, приняли это значение, так, ну и еще у нас была внутренняя стена, по идее, она не нужна ввиду того, что температура у нас, разность между соседним помещением 3 градуса меньше, ну давайте посмотрим, то есть вот у нас внутренняя стенка есть, принимаем так, ну и добавляем слои, то есть растворы у нас двух сторон, и кирпич был так, ищем расход цены на песчаный, так, было 10 миллиметров, сантиметр штукатурка так, добавляем слой, были стеновые конструкции, стеновые материалы, опять ищем вкладку керамического кирпича вот он на песчаном растворе так, толщина была 120, значит 12 принимаем так, ну и еще один у нас раствор с другой стороны тоже цементный песчаный так, ну и так же толщина 10 миллиметров или 1 сантиметр принимаем так, все, вот у нас конструкции так вот они заполняются единственное, берутся значения коэффициентной теплопроводности материалов в зоне эксплуатации B ну а A можно ввести вручную так ну и записать так, теперь мы переходим к перекрытиям то есть здесь, увы, не посчитаем балансы, как считается вонтропе OZC так, ну и назовем перекрытие подвала так, ну и здесь нам предлагают выбрать из тех предложенных, которые у нас предлагается в снипе 23 то есть вот эти все значения единственное если ввиду того, что у нас там температура немного меньше то есть автор не учел примечания а именно не почитал по данному значению давайте почитаем и выберем ближайшее похожее для того, чтобы оправдать расчеты так, вот у нас помещение температура в подвале у нас минус 6,6 получилось минус 6,6 минус 6,6 так вот калькулятор найдем ну и посчитаем ну и посчитаем то есть у нас 21 градус минус на минус дает плюс 6,6 так, а поделить нам нужно на 21 плюс 3,4 то есть 55 так ну и у нас получается значение 0,5 а 0,5 у нас где-то находится между так если так будет ну и смысл и нам так falou так ну так проверим так выше уровня ну вот на 4 возьмем потому что выше уровня берем ниже уровня принимаем так ну и проделаем ту же ситуацию то есть я не буду реальные значения вбивать потому что мы вальтике использовали то же самое что и здесь тень анародный ну я по-быстрому вобил те же самые значения чтобы у нас были сопоставимые результаты то есть атака изначально то есть принцип заполнение я думаю понятен так дальше у нас утеплитель шум так еще не поменялся как у нас премия полистирола так ну и мы взяли лежачий у нас 36 вот этот так было 140 так чтобы было видно набираем то же самое так дальше опять стеновые материалы хотя тут не стеновые материалы но чтобы совмести условия в двух программах так здесь было 150 поднимаю так ну и последняя у нас штукатурка это у нас в растворах так все равно это песчаный раствор так и был он у нас сантиметр так приняли так вот мы ввели перекрытие над подвалом добавляем в конструкцию перекрытие под чердаком так ну и тут подвалы проезды опять подвалы ну единственная чердача ну и опять та же самая ситуация то есть автор программы взял именно вот этот вариант со значением 0,9 ну и опять не учел вот это вот примечание которое есть так ну а давайте посмотрим какая температура у нас на чердаке сложилась сложилась она у нас минус 20 градусов поэтому опять то же самое действие 21 плюс 20 градусов потому что минус на минус дает мус и поделить так 21 и на 55 то есть это у нас получается 0,74 а мы возьмем только 0,9 то есть теплопотери будет больше так принимаем но опять тот же самый порядок действий то есть так делать нельзя но в принципе я показал как набирается добавляем слой опять ценовые материалы так и еще платку из кирпича из керамического да полно тела так вот он так опять 120 принимаем добавляем слой утеплитель так еще первый полистирол 1440 миллиметров сантиметра так добавляем слой опять у нас ценовые материалы это кирпич здесь 250 25 сантиметров умираем опять раствор Снимаем по песчаным да вот он так 10 миллиметров здесь был сантиметр то есть приняли так ну и все у нас совпало так ну и вот показан принцип набора данной программе материалов с которых состоят конструкции в частности наружные стены перекрытия над подвалом и чердаком но автор не учел примечания в своей программе поэтому приходится выходить из положения этими значениями которые заданы изначально так спасибо за внимание следующий у нас будет расчет ну и до новых встреч до следующего этапа до новых встреч и все и